Правильно подойти к огромному летающему танкеру, пристыковаться, удерживать дистанцию, пока идет процесс перекачки топлива. И все это на скорости 500-600 км в час. Такое под силу только асам. Дозаправка боевой машины в воздухе требует от летчика навыков ювелирного пилотирования. Фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота один за другим взмывают в небо. И по очереди маневрируют с самолетом-заправщиком Ил-78, который специально прилетел в Черняховск из Рязани, чтобы провести тренировки летчиков морской авиации. Воздушный танкер может передать в воздухе до 120 тонн топлива. И за один вылет заправить сразу несколько самолетов. Топливные баки у него находятся не только в грузовом отсеке, но еще и в крыльях. Павлу Бозову пока помогает инструктор. От летчика требуется психологическая выдержка. В облаках самолеты приближаются друг к другу на минимально близкое расстояние. Равная длине топливного шланга. Это чуть больше 10 метров. Самолеты подходят очень близко друг к другу. Это на расстоянии меньше корпуса самолета. Причем сам по себе, так называемая юбка, шланга, она составляет всего 80 сантиметров. И вот надо в нее попасть. В этом вся и сложность. В условиях плохой видимости дозаправиться в небе будет невозможно. По выражению летчиков требуется визуальный контакт. Приборы не помогут выполнить сложный воздушный эпизод. Дозаправку пилоты сравнивают с фигурами высшего пилотажа. Если идет сближение с танкером уже менее или отставание 0,4 метра в секунду, уже идет предупреждающий сигнал. То есть может быть нахлыст шланга дозаправки, может разрыв быть. То есть надо точно выдерживать строй. Главной задачей пилотов Балтийского флота остается охрана воздушных границ России. В последнее время интенсивность полетов иностранных самолетов-разведчиков вблизи территории Калининградской области значительно возросла. И дежурное звено регулярно поднимают по тревожному сигналу. Но летчики морской авиации готовы выполнить любые задачи и на дальних расстояниях. Марина Наумова, Александр Полонский, Александр Наумов, Павел Тимофеев, Вести, Калининградская область.